Всем привет, народ! Вы на канале Видеотехнология. И сегодня в этом видео мы поговорим про новую GoPro 10 Black. И я вам расскажу, что же там такого хорошего или плохого, и вообще, что это за камера. Стоит ли обновляться или все-таки нет. И, кстати, вот это видео я сейчас снимаю на GoPro 9 Black. А это у нас Canon EOS R. Так что, ребят, поехали! Ну что ж, сегодня мы поговорим про новую GoPro 10 Black. Я являюсь владельцем GoPro 9 Black. Canon фокус. Вот, у меня девятка Black. И все, кто подписан на мой канал, знают все минусы и плюсы, которые были в этой камере. Но, слава богу, тфу-тфу-тфу, с последней прошивки в этой камере все четко. И у меня лично нету никаких проблем. Но теперь давайте сразу поговорим про десятку. И начнем по порядку. Самое первое, что изменилось в десятке, это у нас теперь стало 5K, не 30 фпс, а теперь у нас можно 5K снимать в 60 фпс. Но, честно говоря, это действительно немножечко уже перебор в плане качества. Ну, как бы всегда мы хотим лучше, но просто, ребят, подумайте реально сами, на чем вы будете монтировать кодек H265 5K 60 фпс. Однозначно, если вам нужен максимальное качество, просто максимальное, тогда оно того стоит. Если вы хотите делать еще замедление, да, в 5K, то почему бы и нет. Следующее, это у нас идет 4K. Теперь у нас есть 4K не только в 60 фпс, но и в 120. Опять же, если вы хотите теперь делать какой-то просто дикий slow motion в 4K, вы можете это делать. Потому что, например, беззеркальные камеры, которые делают 4K 120 фпс, они все стоят от 4 тысяч долларов или евро и выше. Поэтому вот эта маленькая малютка от GoPro, конечно же, она, блин, молодец. Потому что она может позволить вам такое, что, в принципе, камеры, которые просто во много раз стоят дороже, не все могут себе такое позволить. Также, конечно же, они сделали якобы теперь у нас стабилизация, да, вот этот от GoPro версия 4.0. Но, честно говоря, по тестам, которые уже есть, я пока не сильно заметил разницу. То есть, может, она есть, но она будет абсолютно не критическая. Это будет просто минимальная разница в этой функции. Теперь по изменениям насчет дисплея. Дисплей, который у нас спереди стоит, да, то есть, не задний дисплей, а который у нас спереди. Вот этот вот дисплей у нас, который спереди, он теперь стал у нас работать абсолютно лучше. Потому что, если мы раньше включали 5K, то он там вот так дропал фреймы, в 4K и все, что меньше, работало окей. Но когда в 5K, там были жесткие дропы фрейма. Но опять, я в 5K не снимаю, поэтому для меня это было не проблема. Теперь у нас задний, да, основной экран стал тоже более, как бы такой, более юзабельный. Теперь он меньше тормозит, лучше откликается на наш палец. И, в принципе, все можно уже, как бы, пользоваться намного лучше. Потому что на предыдущих всех GoPro тачскрин, честно говоря, не очень. Но, опять же, я его не клацаю, например, лично я постоянно, поэтому для меня это тоже не проблема. Но в предыдущих прошивках на GoPro 9 Black реально они как-то обновили какую-то прошивку, и он отвратительно работал. Сейчас на последней все работает четко. Все эти фишки, которые есть, они благодаря новому процессору, да, который там второго поколения. И якобы теперь все работает быстрее, все будет четче. Но, опять же, зная компанию GoPro, мы еще посмотрим и проверим, как это все будет работать на самом деле, а не так из обзоров проплаченных блогеров. Также у вас еще есть возможность снимать 2.7К, там, 240 FPS. Ну, в принципе, смотрите, эти все фишки, опять, 2.7К, это не настолько прям супер, какое-то нереальное разрешение. Лично мне обычно, реально, вот если я хочу сделать slow motion, 4К хватало 60 FPS. Теперь у вас будет 120 FPS в 4К. Ну, ребят, это уже вот реально, ну, по-моему, прям очень-очень должно хватать. На мой взгляд, это то, что я вам сейчас перечислил, это самое главное обновление. Они еще говорят, что якобы там фотки немножко улучшились, теперь больше мегапикселей. Также они говорят, что ночью будет снимать GoPro лучше. Но, честно говоря, я не знаю, как она, блин, будет лучше ночью снимать. Может быть, они программно чуть-чуть где-то как-то улучшили, но по факту матрица стоит та же самая. Она там манюсенькая, там, по-моему, 1-2 третьих, что-то в этом роде. То есть, ну, в общем, она действительно очень маленькая, и, ну, она все равно не способна по-прежнему на какой-то реальный типа low light. Корпус абсолютно такой же, батарея абсолютно такая же, и, в принципе, коробка, в принципе, такая же. То есть, вот это вот все изменения, которые сделали GoPro. То есть, я вам их перечислил, просто прочитал, да, по факту. И теперь я вам расскажу, стоит ли обновляться. Смотрите, если у вас, допустим, неважно, там, девятка, восьмерка, семерка и так далее. Тут дело в том, что, если у вас есть деньги, и вы гонитесь прям за максимально охранительным качеством, тогда действительно есть возможность, если у вас есть деньги, берите, обновляйтесь. Если же вы кропотливо собираете эти деньги, либо думаете, блин, продать мою, добавить, а насколько это станет лучше, то, честно говоря, в этом нету вообще даже смысла. Ну, это абсолютно просто будет бесполезное обновление. Поэтому только если вы гонитесь за каким-то качеством, тогда да, либо вы хотите вторую еще там камеру, и у вас позволяет бюджет без проблем. Но если, типа, обновиться, дабы обновиться, ребят, супер какое-то критическое, ну, конечно же, вы увидите раньше, потому что новая модель. Каждое новое поколение любого бренда, любого девайса, оно чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше, чуть-чуть лучше. Поэтому логично, что, блин, она будет лучше. Но прям какой-то вау-эффект вы все равно не получите. Она будет работать плюс-минус, приблизительно, там, так же, как девятка. То есть, лучше, чем восьмерка 100%, но с девяткой, по факту, это вообще улучшенная, допиленная девятка. Вот это вот так. Сказать, что это плохо, или я ожидал от GoPro чего-то большего, честно говоря, нет. Потому что, смотрите, любые компании, они не могут выпускать, прям, ну, вот такими огромными шагами, да, что-то новое. Лишь знаете почему? Не потому, что у них нет технологий, а потому, что если они сейчас выпустят крутую допиленную камеру, то когда они выпустят новую камеру в следующем году, то что в нее тогда добавить? Что? Если уже все добавлено, она уже хорошая, никто не будет покупать, не будет продаж, и компания просто будет терять деньги. Это называется, ребят, маркетинг. Поэтому без этого абсолютно никак. Вот абсолютно никак. Поэтому все компании, как говорится, растягивают удовольствие на многие-многие годы. Конечно, у них уже есть там все распланировано, в этом году сделаем это, в следующем году сделаем это. Но так, в принципе, работают все бренды. Поэтому, честно говоря, они, конечно, молодцы, что они, можно сказать, допилили девятку, но мы еще посмотрим, будут ли там какие-то глюки, и как она будет работать. Потому что, как обычно, GoPro всегда выпускает камеру, и потом уже практически, когда выходит следующее GoPro, то они предыдущую только-только допиливают в плане прошивок, потому что есть какие-то проблемы. Поэтому, ребят, ну, смотрите сами. Я вам постарался максимально, просто коротко рассказать. Я не хочу тут размусоливать видео на полчаса, или какие-то дела, там, типа, обзоры. Ну, потому что, ну, абсолютно здесь нет смысла никакого. Ну, камеры, это просто допиленная, по факту, типа, девятка. Но, если у вас никакой нет камеры, то, в принципе, можете взять сразу десятку. И самое главное, что здесь, в чем они молодцы, то, что прайс, да, то бишь цена, осталась такая же самая, как и в предыдущий раз, за девятку. То бишь цена не выросла. И это очень и очень хорошо. Так что, ребят, вот такие вот кратенькие новости. Вот такой вот мой кратенький обзор моего именно мнения, да, насчет этой камеры. Поэтому, если вам понравилось, вы можете подписаться на канал, можете поставить палец вверх, можете поставить пальцы вниз. Все зависимости от вашего решения. Ну, и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать мне их в комментариях, и я на них отвечу. Также, если вам интересно, подписывайтесь на мой инстаграм и на мой телеграм-канал, где мы с ребятами, с подписчиками обсуждаем различные темы, либо, если у кого-то есть вопросы, проблемы, мы там все вместе, в нашем таким маленьком комьюнити, все обсуждаем и друг другу помогаем. Так что, мы с вами увидимся совсем скоро. Я хочу сделать очень большое видео про камеры. Ну, не про экшн-камеры, а в целом про камеры, какое, честно говоря, просто, грубо выражаясь, происходит западло от производителей. Как они просто издеваются. Я себе хочу купить новую камеру, но есть одно но. Точнее, даже не одно, но но. Так что, ребят, скоро я про все вам расскажу. А вы были на канале Витя Технология. Спасибо вам за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok